День добрый Называемся Александр Харецкий И если мы в Академии Медицины и Регенерации в Севодицах То наш четкий отцинок на темат здоровья Такое шкаление, можно сказать И десей будем разговаривать на темат ставов Дуже есть людей, которые меньшатся даже от децинства Какие-то проблемы есть По четыре детства, можно сказать, уже мало людей Которые не мают проблем вообще с какими-то коленами То ставим бедровыми, то на ренцах что-то болит То выставят какие-то филюксы или что-то такое Так же, то есть очень важный темат Который дотичит, я скажу, каждого, абсолютно каждого То есть только тот человек, который может не дошли до этого То может не дорос, но в Бензе и так и так Кедысь час, кеды вшиповність моих слов Может кто-то бедзе в життю вживал З того, что я беду мовлю сейчас Бо этот темат, я же говорю, дотичит фактически каждого И боли в ставах, и проблемы с заставами То дуже докучают человека Бо фактично спарализовываются его функции И человек не может функционовать так, как чеба Часами есть такой завод, который он выполняет И если не может рушить альбуринцами или ногами То фактически страта целого завода Страта працы И то поляга еще далей на таких депрессиях На таких житчах духовых, которые человек Позднее в оголе не может выйти И один проблем ведет же с собой целую лавину таких проблем Которые позднее теньшко и уже даже что-то порадят Есть... Распочинается вшистка, я бы сказал Такие проблемы в большинстве С того же вставах Распочинается вальчить инфекция Развияться инфекция И та инфекция развияется И поволе сжирая между ставами Тен и... Тен камурки, которые... Яны... Между ставами такие жель есть Которые сам пособие то есть те же камурки Они... В связи с... Баданиями медичными и регенерация этих камурок Барза... Дуга и... Ценшка И... Проблема в тем же... Кеды человек ходзе... Кеды человек рушае... Там... В тых месяцах... Барза... Мало крви... И... Те ставы выглядят... Если, например, взять ковалок мельца То видим, что он червоный Там... Дуже крви... Если забачить... Те место... То они фактически... Белюткие и прозрачистые... В тим есть... Дуже проблем... Чтобы свальчить... С теми инфекциями... Которые есть в тих ставах... Бо... Вальчить... И так и так... Повинен... Систем аналогичный... Достарчить... Крев... Повинен... Достарчить... Всякие элементы... Як... Нема... Крви... Нема оброту крви... Ну то... Дуже проблем... И... Те ставы... Подчас... Таких инфекций... Можна поведзять... А... Инфекция... Главная... Которая... Можна поведзять... Шкодзи... То есть... Хламиди... И... Те хламиди... Они... Как вилк в лесе... Они повинны быть... Я лечу... То мое здание... Они в той илости... Которую допускает организм... Если организм не может... Урелеговать ту илость... То они тогда развеяются... Дуже... Шибче... И... Фактично... Сжирают... Вели комурок... Комурка... Повинна... Выйти из организма... В наилепшем стане... Кидая она... Зликидавана... Чимся... И то старые комурки... Мартовые комурки... Фактично... Если... Сжирают хламидии... То... Барза... Добже... Али... Они уж... Начинают... Розпочинают... Їсти... Вшистки... Здоровые... Комурки... Ну... Втеды ест проблем... Кидая их... Барза... Задужа... И... Нема контролю над... Тыми процесами... Цё... Чё... 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 До сонду... От хламидии... И... Чё... 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 Я говорю на самом почётку... Чё... Чё... Две дрови... Две дрови... Eine... Чё... Чё... Ёть до ортопеда... Если каждый из вас пойдет к ортопеду, то помните, что с чем бы вы не пришли, он будет вам радить вымяну става. Прzepraszam, если идешь до реставрации, то ты будешь замовел выживание. Так, или нет? Если идешь до фирмы, которая продает буты, то она будет продавала буты, а не келбасы. Если идешь до хирурга, который выменяет ставы, то не ждите, он будет вам лечить или давать парады, как это сделать. Так же есть, и одно выистие, которое, я видел, на правду, несколько особ, которые были очень задоволены, по десять лет ходят с этими штучными ставами. Баржа задоволены. Каждый имеет свою другу. Каждый имеет свой хирург. И каждый делает, что хочет. И не имеет на то вплыв. Подоба человеку, подоба лекарству, нехай выменяюсь. Это один хирург на день сегодняшний. Я только могу сказать мое задание на этот темат. Выменять став, то не уменьшить проблем в целом организме. Это только один став. Если есть там инфекция, то она есть все. И она застанет. И то будешь выменять ставы по колее. Один, другой, третий, пятый, все. Пока они не закончатся. Один проблем. Другий проблем. Я еще честнее, ну, одним награнем говорю о том же. Вымяна ставов, например, бедровых альбо колянных, может спокойно поводовать в большинстве ситуаций, поводуя анемии. Это означает и на чем-то поляга. Мы, если увидим, то скелет. То ставы, то кости. И теперь заберите. То полые кости. Та, 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 на ногах. То кости, которые наивенцей продукуют крови. В среду этих костей есть шпик костных. Который есть продуцентом крови. Ежели мы оттянамы ту, вкладамы штучные желяза, то мы оттянамы аккурат место, где в ходе жилка, которая с едной строя дает покарм шпику костному. И по той жилке выходит, альбо по иной, выходит там и уж кровь, которая выпродукована этим шпиком. Ежели мы тупшите намы ту, вкладается прент, о какой продукции крови можно мовить. Нема шансов. Наприклад, в имя настава бедрового я лечу уже около 20-20% зменяющая продукцию крови в организме. Ежели иные кости возьмут на эту повеликшенную функцию, то еще может быть. А ежели не, то иужбендзе анемия. Иужбендзе брак комурок крови в организме. Тобар затянщкий темат. Невядомо, че гожий. С боленцем ставом можно ходить, а с браком крови – заникне все. Так же я категоричный пшетел, какой кольвик вымяны. Але только мое здание. Я ж мовлю, я никого не намавяю и не отмавяю. Каждый должен выбрать сам другого. Кто хочет выменить, то должен выменить. То есть его децизия. И каждый должен думать. Это, в моем здании, может быть помощь. Для того, чтобы бороться с этими проблемами. Например, хламидия, которая главным проблемом есть. Я лечу. И это стверждено тоже науковцами. И мое здание то самое. Которое шкодит эти ставы. Я вели уживал сродков. И на правду пошукивал методы, чтобы с ним вальчить. И не знали с ниц. Ни в медицине натуральной. Ни в медицине академичной. Ни в медицине не имеет ниц. Там, может быть, антибиотики. Какой-то не имеет никакого значения. И единственное, что мне удалось понять и увидеть, что это дело, то только системы аналогичные. И он может защищать эти процессы на теле, чтобы он регулировал это. И хотел бы усмотнить великоротную венцию, как, например, у здорового человека. Как хворому человеку усмотнить систему аналогичной, чтобы он працевал венцией, как у здорового. Я у себя барзо в дробязах описал методу, как торопить. То, фактично, натирание тела буровиной, сулем. И через скуру, то вшистка вхланяется. През уклад покормовый, то не вели дай. А через скуру, то вхланяется. И системы аналогичные. Взмотняется и одночесней, когда усказается скуру и одночесней. Суденний организм направляется. И он взмотняет сам себя. Плюс, через скуру вы даете все элементы сбора вины, которые мы тут делаем. И эти все элементы идут с кровью. До системы аналогичные отрываются. И это фактично, вальчат с теми проблемами, которые есть. И, на правде, ставы барзо, шибко регенерируются. Повем вам так. Не можно вылечить человека, не можно вылечить ставы, когда человек невежий. Как невежие не урухамляя свой процесс в организме. У меня есть працовница на Беларуси, которая мне оповедала свою историю. У нее там был анфилюкс на ноги. И, так, забачила, изменьчена была с темфилюксом. И, как за два месяца не изникнешь, то бы доопировала. Ну, можно поведеть так, от сердца так поведала сама собия. В своей костке, которая выставала. И, что вы мыслите, за два месяца забачила нема. Ниц не робила нема. Она урухомила процесс, который зликвидовал ковалок кости, который выставал. Вы разумите, нет? Старчила два месяца. Кости регенеруют в тенгу 6-8 лет. А ей два месяца и костка изникла. Человек может керовать своим умыслом. Каждой комуркой своего тела. Он отдал излицение. Взникнуть и конец. И они утекли. Это не жарты. Они сами себя изликвидовали и сделали так, как тебе. Как было то в честь. И если человек вежит, в то, что он робит. И что он робит, то, что, чего. Это то делал. Ни едной таблеткой не поднял, я как его скучительной не было, и человек, кто не вежит. Я как он вежит таблетку не вежит, он не поднял, я не поднял. Какая бы она добрая не была, какая бы она дорогая не была, ни с ней подняла. На этом полягае вера. Вера робит сюда. Так же я не буду вели радио на этот темат. Я вам дам сказовки. Если хотите быть здоровыми, вы старчаёте, чтобы урахомить працу и направо стал, то нужно смоцнить систему отпорности такими простыми методами, как нацирание боровины целого-цяло. Лепее целого, не важно, где это развивается. Там, где боли, только развивается, и вы чувствуете это. А на самой справке, если есть стан запальный, то он есть в шиндзе. Так же боровины можно давать еще до отбыта. Это то, что делается от сродка и очень скотечно делается за станами запальными в елитах и в шиндзе. Так же, ну, я повем же, радио всех, кто до нас приезжали с проблемами и ставом, мы то уже вами, хотите вы или не хотите, но мы уже вами этой методы смоцнения системы отпорности через буровину, через такие забеги. И это даёт свой эффект. И, ну, вправе, жадко споткал кого-то, у кого не направилось. Але, хочу вам вспомнить, знову, одно здание. Некоторым не подобало то, что мы делаем, и некоторым не подобался эффект, и некоторые не были задоволены. Вы уже запомнили о чем я молю. И люди тоже не помятают о чем я молю на почетку. Для этого я вам вспоминаю. Вот заходи. Никто не помятает. И проблем в том, что вы теперь не помните, десять минут прошло, а человек, когда достает боль, когда достает стан запальный, который его будет направил позже, он позже не помнит меня добрыми словами, а только приклинает. Мне не помогло, мне только стало венцей болеть. Оттого уже я был там. Когда вы достаете поздний этап здравения реального, когда то направили, то бэнди еще боляло. И, можливо, венцей. В залежности от того, что было или у шказона. Если дуже было у шказона, и дуже человек уменьшился, то, можливо, и он поменьшится. Крутко? Али то бэнди боляло? Может, трошечки бэнди венцей. И ведете, ведете цё? Дуже-дуже людей, которые взруцались в земном на темат, в имяный ставу и на правый ставу, и шли на операцию. Бо по операции им пообицаали давать сродки, изничею ли онце, чтобы им не боляло. А юнош зменчився от були, и нехцей, чтобы ему в агуле боляло. Не ведете, який для меня, наприклад, шок пачить на человека, который сгадзается на вымяну става, а не сгадзается на то, что ему хвилёво ещё поболи, чтобы направить то. И поздний, чтобы человек ещё, может, здесян так лято, то и венцей ходил с нормальными своими ставами здоровыми. Шокую онце, статистика у меня. Есть можливость, али во всяких женщинах добрых, есть, так же человек повинен трошечки поменьшиться. Ну и человек выбирая мнейшее уменьшение, но это их право. Я говорю, каждый человек выбирает свою дорогу. И на то, что бы лечить, и с этим все, что бы сгадзаться. Можешь работать с твоей методой, взбогачить, у охоты не могу. А не хочу. Поможешь, модель бизнесовый, тоже не будет боляло. Все это должно пройти через боль. Видишь, человек должен грешить. Из-за своих грехов, хотя бы нехай его поболее. А так, чтобы это все было только хорошо, но... Лечу, что так не должно быть. Но ты, возможно, и полегая, все, что есть вкусное, то есть, может, неприемное. Но это дело. Вели методы, которые мы используем тут, они делают, но некоторые мне подобные. Ну и что сделаешь? Ну, это хорошо. Все были здоровы тогда, как бы все было подобное. И все шло как по маслу. Ну, что, какие вопросы? Ну, это важно. Ну, вы, конечно, вы, конечно, будете за мной в академии открыли. Ну, это ж, конечно. Ну, это было очень интересно. Ну, я не хочу об этом вопрос. Ну, видите, Чтобы не болело, можно спокойно использовать земную воду. Ну, не, но снова он не согласится ни чтобы болело, ни земной воды, ну и снова пойдет на вымяну, ну и что? У меня даже знакомый есть там на Беларуси, которые... Барзо добрые такие коллеги, которыми я люблю приедеть, там от сердца и хочу вам помочь с вашими проблемами. Они говорят, а что ты делаешь? Ну, мы говорим, там зимная вода, там сауна, там... Рузги! Ну, говорят, ну, доброе, сауна то мы не сдевены на Беларуси, там, али чтобы зимная вода то не хотели. Не хотели быть здоровыми или... И чтобы там давали эту зимную воду. Дуже людей даже на остатнем ротунку, когда человек уже, фактически, не имеет ни одного, как хотели бы что-то попробовать. Даже в тот момент, когда я говорю, конечно, попробуй земную воду, человек не едет на то. Лепее умирает. И так же... То, что люди идут на операцию, на перемену, вместо того, чтобы... поменьшить это немножечко и... направить свое... Это не издевленное. Я ж в углу, я много видел тут. Есть по-раз-калейный проблем в вере. Люди, люди верят, что зимная вода из-на не вызвала. Сидеть, я их замарзну. Это не правда. По-просту, ходишь по то, чтобы себя поможить. Потому что не ходишь по то, чтобы замарзнуть. Просто ходишь на ногу. Ну, видишь, в жизни есть много таких прикладов, когда человек призембился когда-то. Кто тратил под дождь. Ну, каждый может выйти разобранный. А тут нагленно, на ясень, вясно, например, то дождь тратил, человек призембился. Как он только поменяет воду, то этот мроз, то то все. То все сидит в голове. То то называется такая, даже таким словом можно назвать фобия, то страхи, которые человек не может звальчить. То то вы же его в свядомости, то сидит в подсвядомости, то в его мозгу, в каждой комурке в мозгу сидит, то небеспечный для него. То все, чтобы понять. И в Агулле зимная вода, огонь, то две женщины, которые генетичны, генетичны, генетичны человек боится. Я вам повем так, не wiem, как вы, мыслю, что так само, только вы так говорите, что ходите там, и приемно вам все. Я каждый раз, как стою под там вядро зимной водой, я участвую, и так пачу на него. Так, с таким трошечки страхом. Каждый раз. Так. И это каждый раз. А еще, как сделаешь прерву, там даже, ну, где выедешь, или вот такие вот три дня, два месяца, то, курсе, первое вядро, то целая революция. Так же, вы смотрите на меня, например, как, ну, przykład, а я такой самый, как и вы. Разумите, нет? Ну, и такие самые, как и все. Мне тоже сидит страх от этой земной воды. А я то приканываю себе и иду, и, во время, как это дело. Как человек знает, он, ну, или людей погибло по выпадкам в самоходах. Куча, или все же ездят. Или людей погибло, летают самолетами. Ну, и что? Все летают. Ну, и что с этого? Или людей там на войне погибло. Куча, бегают стрельбы и едут на эту войну еще сами добровольно, ну, ну, и что? Статистики зимной воды я думаю, что менее. То есть, ближе 0. Ну, ближе 0, а статистики на дороге, в самоходе, ну, и ездят же, ну, разумите, но страх сидит, ну, и что сделаешь? Ну, то так же, я думаю, что может даже и хорошо. Ну, не каждому надо быть здоровым. Ну, что-то еще поменьше. Повинно поменьшиться трошки. Ну, повинно, то есть, то есть, правда, и есть приклады, когда человек доставил какой-то шок от этого, а снова доставил шок то брак шкаления и страх, которого они не приканали. Хамует организм только в той ситуации, когда человек шед и мысли уже ему станет зле. Допадно. Ну, я вам дам пример. У меня была одна пациентка из Англии, и это был анестезиолог, и она говорит, так же, на почетку ее працы один пациент, которого оперовали на выросток, такая операция, а не какая, разумите, нет, фактично, дзюрку сделали, там, шили, и ниц, но. И у нее пациент после операции говорит, а все отбудзаются по наркозе, или нет, она говорит, ну, ну, нормальная ответка, ну, 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 и он не обудился. И он змерл. И он змерл только от страха. Разумите, нет? Звыкла операция, при которой, ну, смертельных выпадков, даже не слыхать, разумите, нет? А он змерл, взял в голову, и он не обудился, и он не обудился, и конец. Страх. Хамует все процессы в организме. Так же, и с зимной водой, и человек может идти от страха. Вы слышали, возможно, человек, шеты, какого пса увидел, и он смертел страху, и он выскочил пес на него, и, и уж. Ну, то самое, то это все так. Так же, у нас, в нашей ситуации, когда человек идет, и он святом, и он видит, что другие пришли, все вышли нормальные, и то, как бы, захинцает, и дает ему веру. В домовых условиях, человек не может себя покинать. и в этом есть проблем. И он не может себя покинать. А тут он еще идет с такой заиздростью. Ах, у меня были такие пациенты, которые там, опекуны, например, они говорили, ну, в жизнь не выйдем. Ну, там, детское привозить, лечить, его там вкладываем в зимную воду, не в зимную даже, в ледоватую, там, минус, венце, как минус. минус пять было, и мы вкладали детское. А матка не категоричная. Али на тыле заиздрость. Разумеете, не? Родина цела. А ты не была? Не-не-не-не-не. Ну, под конец и так пошла. Ну. На тыле делая, разумеете, не? Али как человек в дому сидит и мыслит, не, ну, то это не. Али часами, али есть такая ситуация, что человек не-не-не, а и так пойдет от цикавости даже. Али на правда зимная вода, то супер. И не чуляю, очень хорошо. Вот, зрадила таемницу, ну. Я хотел, чтобы поменьшились трошечки с этими ставами, а ты тут мне задрадила, как можно зничулить, ну. У него есть иные стереотики, что мы можем обновлять какие-то артистные, проблемы с ставами и так далее. И так далее. И так далее. То есть запрещение с другого стандарта. Как дело снижение с этой зимной водой? И мы тут только говорим, ну, зимная вода снижуляет, зимная вода снижуляет. А я вам дам пример. Простый и, чтобы вы зразумели. Если грают в пилку ножную, то то, что вы видели, при каждой фактичной пилке. Один к одному, очень часто, очень часто ударили в ногу. Лететь там, дали один к одному. Куча, там, если бы так всадили один, то, разумеется, то рок бы ходил и кулял. Но. Рок бы ходил и кулял по таким ударениям. А тот пилкаш, приходит ему лекарь только замрозил, пшк. И он не дал ниць сничуленцего. Жадного там лека нема, складника и лечничного. Разумеется, нет? Не сничуленцего, только замрожение. Схладзение, фактично, даже. И он так покулял, распроцелал, и полетел играть снова вот так само. И даже не кульнул. Разумеется, нет? С бульом, который он не мог даже идти, его фактично несли на рынках, и ему только псикнули, и за минуту он снова играет. Не ма ниць. Моцнейша, и для сничулення, як зимна вода. Ну ведь же, только секс. Сильнейший. Уже. Заразумели? Так. Так же, добре. Зрадили все теймнисты. Недобре. Ещё пытање не есть? Ващне, сислися бе, бо ми лекарь повијзял, что только теплое. Я себя так уменьшила, и то теплое, окладе теплое. И не помагало. Не помагало. Да. Датего ест теплое. Да. Повем, длечего не помагало. Киде ты дајш теплое, организм в тим мејцу, альбо в агуле, и он схладзеј. И он регулюе температуру. И в тим мејце, где ты дајш теплое, и он хлодзе. И в тих мејцах меньше развијјца инфекция. И ты не можешь теоретично то вылечить. То организм бы разграл, температурой забијј инфекцију, и ёж. Но о тим мејц не можна. Бо всески беды здоровы. Что еђче? Неба пытањ? Ну, то таки дуже темата, как мы так шибко скончили. Так же берзе дзинкую за увагу. До відење.